Говорят, мастерства не пропьешь. Оно, конечно, так. Но как же сложно вспоминать то, что делал лет 20-25 назад. Я имею в виду программирование. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу вам показать мои мучения с роботом. То есть я не бросил это дело. Я программирую своих роботов. И вот в каком виде. Сейчас у меня вот сегодня успех такой вообще потрясающий. Мне удалось, ну, во-первых, поставить заявочку, а во-вторых, снять ее. Вот давайте посмотрим сейчас на ситуацию, которая есть. Итак, смотрите. Вот у меня программа, которую я уже написал небольшую. Вот здесь вот сейчас мы с вами видим. Первое – это описательная часть. Это просто описываются некоторые переменные, которые нужны будут в дальнейшем. И здесь им присваиваются какие-то начальные значения. Вот. Ну, вот это все. Это далось кровью и потом на самом деле. Особенно вот это вот – аккаунт, потому что долго у меня не получалось. Получилось, наконец. Вот. Дальше – дилей. Это количество секунд, которое будет задерживаться. Там ID транзакшн – это просто так. Вот. Что дальше идет? Дальше идут функции. Функции, вот эти вот функции – onTransReply и onStop – это функции, которые работают, когда поступает информация от сервера. То есть, с биржи поступает сообщение о том, что там подтверждение выполнения операции. И, значит, здесь пишет сообщение мне. Получен ответ сервера и номер заявки. Я беру номер заявки. Тоже было очень сложно понять, как же взять номер заявки. Ну, хорошо. Взял номер заявки. Функция onStop у меня еще ни разу не выполнилась. Ну, и дальше уже те, кто понимает программирование – это FunctionMain. Это основная программа, как бы. Вот. Здесь еще нет программы onInit, которая будет при запуске запускаться только один раз. Вот. И здесь, опять же, выполняются какие-то сначала назначения параметров. Потом посылаю заявку на исполнение. И, значит, она ставит заявку мне на продажу в данном случае. Потому что вот здесь стоит Operation S. Продажа. New Order. Новая заявка посылается. Дальше посылается. И дальше пишется сообщение о том, что послали на выполнение. Ну, и через 6 секунд я ее снимаю. Вот вся моя программа пока. И я над этим мучился недели две, наверное, чтобы все вот это вот определить. Дело в том, что, ну, достаточно сложно, во-первых, наладить интерфейс, наладить взаимодействие программы с собой. Вообще, так сказать, вот эту вот саму программу непонятно было, в чем писать. Но все это я сделал. И посмотрите, сейчас мой триумф, это победа. Посмотрите, что у меня выполняется. Вот она. Вы видели программу. Сейчас она называется Transaction Loa. Я ее запоминаю и добавляю вот сюда. Transaction Loa. Вот она. И запускаю. Смотрите. Заявка успешно зарегистрирована. То есть он у меня успешно выставляет заявку на продажу. А через какое-то время он снимает заявку вот эту. И посмотрите, вот все по ходу выполнения программы. Вот она. 16.06. Первое сообщение. Второе. Через 6 секунд будем снимать. Получен ответ сервера. Заявка успешно зарегистрирована. Это сообщение системное. Дальше. Ща будем снимать заявку. И номер заявки. То есть она... Смотрите. Я вижу, что заявка, которая была выставлена. То есть я считал... Вот она вот. Заявка. Это сообщение сервера. Видите, да? Номер заявки. И для меня было важно, чтобы вот этот вот номер совпадал вот с этим номером. Я этого добился. Вот. И заявка снята. Вы видите, что заявка была снята. То есть я научился выставлять заявку в систему. Я научился ее снимать. Ну, а теперь уже я буду определять параметры, с которыми... Ну, для начала будет это просто вот в виде функции, которая продает, например. То есть это будет функция, которая занимается продажей опционов. Это вот... Она освободит меня от большого-большого геморроя. Потому что я когда показывал людям, как я передвигаю вот эти вот крылышки, то я показывал, что я там выставляю по хорошей цене, потом ее потихонечку поднимаю, поднимаю. Ну, вот у меня будет программа этим заниматься. Она будет каждые 6 секунд увеличивать чуть-чуть цену, пока не найдется на нее покупатель. И так мои роботы уже начнут работать. И я буду об этом рассказывать. Ну, на самом деле, друзья мои, это очень здорово вспомнить то, что делал уже 100 лет назад. И что это получается. Я программировал в свое время на разных языках, там, включая Assembler, Fortran, Basic, естественно, Pascal. Вот. На Fortran достаточно много, но потом перешел на C, и я был в восторге от этого языка. Потом, когда стал синтаксис C++, я немножечко, я в него начал въезжать только и перестал этим заниматься, потому что ушел в предприниматель, потому что там была, так сказать, жизнь такая тяжелая, что ужасно. Вот. Ну, через какое-то время я, когда уже на Форексе пытался вспомнить, когда на Метатрейдере что-то там запрограммировать, и там программировал на языке уже в Метатрейдере четвертом. Вот. Ну, вполне, так сказать, как бы, ну, программы работали, но прибыли они не приносили. И вот сейчас я на новом языке, язык Луа, это новый абсолютный язык с новой концепцией, с новым, вообще говоря, мировоззрением, как бы, потому что здесь уже работают, вот вы видите, и прерывания какие-то, то есть он непрерывно следит за сообщениями сервера, и эти сообщения сервера, они, ну, как бы, прерывают выполнение программы, и выполняются уже дополнительные программы, это очень интересно. Ну, вообще все это мне крайне интересно, и я надеюсь, что это, ну, мне сильно поможет, и я это сделаю. Это очень круто, ребята, это очень востребовано. Если, скажем, вы научитесь программировать вот это вот, да, на языке Луа, ну, здесь, в общем, это круто. Таких специалистов очень мало, и таких специалистов очень в цене. Вот что я хочу сказать. Вот. Ну, поэтому поздравьте меня с первым успехом. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Демитков Юрий.